Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Сегодня мы в гостях у научного руководителя Института общей генетики Николая Ивановича Вавилова РАН, академика Николая Казимировича Янковского. Здравствуйте, Николай Казимирович. Спасибо, что нашли для нас время. Наша программа, программа смены парадигм, она пытается отследить наиболее существенные изменения, произошедшие в системах взглядов тех или иных биомедицинских областей. И берем мы такой отрезок времени в 30 лет. Так получилось, что почти 30 лет назад, без малого 30 лет назад, зародился эпохальный глобальный проект геном человека, в который Николай Казимирович был вовлечен буквально, ну, почти, что можно сказать, с первых дней, да, ну, в самом начале. И надо сказать, что... И по настоящее время. И по настоящее время. И надо сказать, что Россия, она была у истоков этого проекта. Так вот, если говорить о использовании Сан-Санча Баева. Ну, это уже длинная, так сказать, другая история. Но вы были вовлечены, и тогда, так сказать, идеологи этого проекта, они подчеркивали потенциал медицинский его. Его значимость, значимость генетической информации. Ожидалось, что мы, когда прочитаем, мы это, в смысле, ученые, человечество, прочитаем всю совокупность человеческих генов, узнаем, сколько их, какой ген, какой белок кодирует, то тут вот и наступит благоденствие, потому что мы посмотрим, как развиваются болезни, мы сразу поймем, что делать с ними, в первую очередь, вот с болезнями. Дальше уже все остальное. Ну, такая была сверхзадача. Возможно, она немножечко была направлена еще и на пропаганду, так сказать, самого проекта, который нужно было как-то оправдать, потому что ясно было, что он будет масштабный и недешевый, и это правильно. Но все оказалось не так просто. Начнем с того, что один ген не всегда один белок. Какие еще вот самые сюрпризы, запомнившиеся в самом начале, что выпало? Я бы отметил, что причиной, по которой появился проект, было окончание холодной войны. И в этой ситуации обе стороны, и Россия, и США, вдруг поняли, что огромные ресурсы, которые вкладывались в разработки, связанные, ну, как у нас называется, с оборонкой, вот, что как-то непонятно, зачем они теперь. А это же огромное количество людей и огромная оснащенность базы. И, скажем так, не просто людей, а мозгов, людей образованных. И тогда вот в Америке, собственно говоря, была вызвана там национальная лаборатория, которая сделала все атомные бомбы, водородные. Возникла мысль такая, что вот атомные бомбы создали впоследствии атомной войны, но тогда они были еще менее изучены, чем сейчас. Что для того, чтобы понять лучше, как реагирует организм, вот если мы будем знать геном, то мы это поймем лучше. И это была идея, которая позволила сохранить научный потенциал, переориентировав его. Эти лаборатории Лос-Аламос, Ливермор, они занялись разработкой приборов для того, чтобы устанавливать структуру генома человека. И тогда это была задача, ну, в общем, скорее фантазийная, чем реальное планирование. Потому что тогда, заметим, не только не было приборов, которые все это делали, но это просто огромный объем информации, и не было никаких компьютеров тогда, без которых невозможно что-то делать. Но тем не менее вот было принято решение, что давайте мы сориентируем вот так. И Александр Александрович Баев, он написал письмо о том, что вот такая программа создана, а это были Горбачевские времена. Мы должны вот эту инициативу подхватить, с нашей стороны ее развить, и на это руководство страны откликнулось, и была создана программа «Геном человек». Когда она началась, практически это было в пределах одного года, и в США, и в России она началась, то финансирование наше в тот первый год, оно составляло одну треть от американского. Одну треть. Всего ли? Нет, это замечательно, потому что когда программа была завершена тем, что вот «Геном человека» был секвенирован, то в нашей стране объем финансированный отличался от американского не в три раза, а в тысячу раз. И когда нас спрашивали, что вы сделали, то вот, вы знаете, мы помогли Америке сделать, как минимум в отношении биоинформатики, потому что наше в основном все там, и сейчас в некоторых лабораториях говорят чаще по-русски, чем по-английски. Так что вот такое было начало. То есть оно было по существу связано с тем, что огромный потенциал, людские ресурсы, материальные ресурсы, их нужно было как-то использовать для дальнейшего развития науки и пользы жителей своих стран. Вот так это начиналось. И ожидалось, что генов будет где-то около 100 тысяч, я помню. Оценки были разные. Но исходя из длины ДНК, ожидалось, что будет гораздо больше, а на выходе где-то 20 тысяч. Но длина ДНК, ее там, как считать, ну, допустим, у Лилии геном больше, чем наш, он в 30 раз. Ну и что, все ожидают, что у Лилии в 30 раз больше генов, чем у нас? Ну, в общем, нет. Оценки эти были сделаны на основе не длины генома, как таковой, а на основе совокупности длин отпечатков, из которых потом ДНК, получается отпечаток РНК, такие короткие отрезки, которые соответствуют уже материалу, с которым синтезируется белок. Ну, а белок выполняет какие-то функции. Вот эти оценки, они давали 80 тысяч, 100 тысяч. И, в общем, были они достаточно корректными. В конце концов, оказалось, что белок, кодирующий генов, их 25-30 тысяч. Это зависит от того, какие критерии применяются к тому, что такой ген. Но, в общем, на этой цифре и сейчас все стоит, потому что одного определения нет. Это зависит от того, как вы изучаете, с какой стороны на него смотрите. Это тоже своего рода смена парадигм, потому что раньше было проще с этим определением, да? Вы знаете, проще все это со стороны, потому что все кажется очень понятным. А когда я генетик всю жизнь, со студенческих лет, я понимаю, что этих определений, в частности, и гена, их много, ну, там, больше десятка. Это зависит от того, как вы его рассматриваете, с позиции того, что он и как делает, или как изменяется, или какую роль играет. И каждое определение имеет свой смысл. И главное, чтобы специалисты понимали, о чем именно они говорят в данный момент, произнося слово «ген». А то, что он только одно определение, это в каждой науке. Так, когда внутри нее находишься, то она гораздо более разнообразна, чем смотритель снаружи и издалека. Так что и здесь. Ну, в общем, действительно, генов оказалось такое количество, что существенно оказалось, что вот количество отпечатков, оно гораздо больше, чем количество генов. В среднем на вот этих вот РНК-молекул оказалось, что на один ген приходится 1,4 отпечатка. Ну, вот как 1,2 земляков в школе было. Вот так же оказалось с генами. Но из некоторых генов, как оказалось, получается, из трех генов получается больше тысячи продуктов белковых. И эти продукты, они специфически образуются, присутствуя на поверхности клеток мозга, они нужны для распознавания друг друга. И вот то, что может получаться из одного гена, из трех генов тысячи белков, это было совершенно неожиданно. Но главное, с чего начал и прервался, что оказалось, что отпечатков с ДНК, вот этих РНК, не кодирующих белок оказалось в несколько раз больше, чем кодирующих. Я не могу спросить, вот этот вот джанк ДНК, так называемый мусорный... Да нет, не джанк. Доля ДНК, которая переходит от опечаток в РНК, она составляет процента 3. Остальное вообще никакой РНК не делает, и никаких белков. Но это очень не так даже существенно. А существенно то, что оказалось, что эти РНК, не кодирующие белок, они появляются в специфических тканях, а не просто так, в специфическое время развития. И что самое интересное, что мы сейчас про них знаем, это то, что когда начинается раковый процесс в организме, то возникают в этих тканях опухолевых отпечатки с той же ДНК, которых нет ни в одной нормальной ткани. И из них большая часть не кодирует никакого белка, но она имеет совершенно конкретную структуру от нуклеотина с таким-то номером, от буквы до такого-то номера. И она имеет структуру, которая превращается в какую-то более короткую, специфически вырезая из себя какие-то куски. Она обладает своей силой проявления. Некоторые из них очень в большом количестве присутствуют. То есть мы вообще об этом не думали. И вообще все было связано с тем, что есть ДНК, есть белок, вот появляется признак. Вот это промежуточное состояние РНК, оно оказалось весьма разнообразным, значимым. И мы не понимаем, почему это так. Пока еще не ясно. Нет, мы можем сказать, по крайней мере, описать чего-то. И диагностическое значение ясно, что это имеет. Но какая функция, мы в большинстве случаев это не знаем. Мы этого не знаем пока и для чуть ли не половины белков. Мы их знаем с точностью до каждой буквки. Ну, вот ДНК, там 4 буквы от алфавит, которые записываются, 3 миллиарда букв, которые есть от папы, 3 миллиарда от мамы. А белок, он состоит из 20 букв. Соответственно, белок, мы знаем, что он определяет какую-то функцию, к нему можно получить антитела, поэтому знаем, как его распознать, как он устроен. А вот с РНК, который ключевой элемент между ДНК и белком, мы толком ничего не знаем, а она ничуть не менее важна. Потому что, как мы сейчас представляем себе появление жизни и ее развития, что первичный мир был основан не на ДНК. ДНК и сейчас хранилище. Ее функция хранить, передавать и делать то, из чего функция и получится. И РНК и белок. А промежуточной стадией, как не промежуточной, а начальной стадией, был мир РНК, как сейчас считается. Все больше сейчас склоняется к этому. Она сама себе могла функционировать, делая что-то, в честности, как катализатор, и делать белки, которые уже гораздо более разнообразны пространственно и выполняют определенные функции. Но то, что этот РНК-мир, он играет самостоятельную большую роль в нашей жизни, об этом мы не думали до того. Вообще, то, что оказалось в результате программы «Геном человека» по поводу смены парадигма, когда меня учили в 60-х годах, то концепция была «один ген, один белок». Потом оказалось, что белков из трех генов может быть у человека, например, тысяча. Потом, что они все расположены линейно, что правда. Но оказалось, что некоторые из генов расположены линейно, только один находится внутри другого. И они кодируют разные белки с разными функциями. Потому что генетика в основном опиралась на то, что мы знали, что ген принадлежит данной хромосоме или не данных. Данная хромосоме находится вот здесь, а тот находится вот здесь, а тот еще правее, на таком-то расстоянии. В зависимости от того, как хромосомы обменивались кусками. Процесс называется рекомбинация. И вот на этом был построен переход от того, что есть гена, к тому, что есть признак. Потому что мы знали, что находится один ген от другого на таком-то расстоянии, в зависимости от того, какая доля потомков была с новым сочетанием признаков. Но когда оказывается, что один ген внутри другого, если посмотреть на него слева, то там есть другой ген, который левее своим концом. Понятно. Но есть тот же ген, который и правее. И вот куда его чисто логически отнести? То есть это неожиданно, что гены находятся внутри друг друга. То, что часть генов не кодирует белка вообще, это было новое на уровне ДНК. Ну и то, что кодирующая часть, переходящая, имеется кодирующая РНК, белок это часть РНК, кодирует белок, там где-то 3%, а вот 97% она вроде как и незачем. Но эти вот участки, 97%, они, скажем, у нас шимпанзе, мы 6 миллионов лет назад были общим видом, сейчас уже, как мы считаем, разные. И вот зачем это 97%? А оказывается, миллионы нуклеотидов у некоторых. Мы различаем с шимпанзе одной буквой 100 в среднем. Но там есть миллионные отрезки, миллионы букв нуклеотидов, которые ничего не кодируют, с нашей точки зрения, но они одинаковые. У нас шимпанзе с той же частотой, 1 на 100, там отличается мы от них. Вот зачем 6 миллионов лет миллионы букв подряд остаются вроде бы незачем? И почему бы не избавиться от 97% ДНК, если она ничего не кодирует, с нашей точки зрения? Но природа как-то это знает лучше нас. Так что здесь вот это называлось джанк ДНК. На самом деле, вот так, забегая там сильно вперед, что оказалось, что когда мы смотрим вот вклад в признак каких-то элементов, которые находятся, например, внутри генов и вне их, вот оказывается, что 70% вклада, как будет выражен, скажем, количественный признак, она определяется участками ДНК, которые находятся вне генов. Почему это так, мы не знаем, но знаем, что это так. И стало быть, вот это ДНК, если вдруг, я не говорю, что там кто-то ее собирается выкидывать, но во всех случаях, если нам кажется, не нужно, то мы сейчас знаем, что там 70% тех признаков, которые кодируются многими участками генома, а эти участки генома находятся вне генов. И нам еще предстоит узнать, что это значит. А вот еще есть такая вещь, как эпигенетика, как бы надгенетика, над ДНК нечто. И это было известно, когда затевался геном человека, но никак на это не оборачивались, не оглядывались тогда. А сейчас это инструмент исследования заболеваний, в частности в онкологии. Есть много проектов, завязанных именно на эпигенетику. Я думаю, что это не только дань моде. Развивается это уже не один десяток лет, но, в общем, это скорее выглядело как философия, даже глядя на это изнутри генетики. Сейчас это экспериментальная работа, которая позволяет охарактеризовать точки, в которых ДНК дополнительно прижизненно изменена. На ней появляются такие меточки. То есть не само ее окружение. Да, есть такой термин – декорирование. Есть четыре буквы, но вот одна из них, скажем, цитозин, А, Т, Г, Ц, цитозин. А вот она может содержать метильную группу или не содержать. Если это метильная группа… С банком или без банком? Все, все, ничего. Вот если она там есть, то в этом случае, иногда, в некоторых случаях это известно, даже достаточно, чтобы один цитозин из вот этих вот трех миллиардов оказался бы заметилированным, так покрашенным. И оказывается, что ген перестает работать какой-то. То есть в нем ничего не изменилось в этом гене. Это никакая не мутация. И вот это вот декорирование, раскраска, она не наследуется. Она исчезает, но она закономерно возникает в следующем поколении. И определяет наличие или отсутствие функций гена. Обычно это, правда, целые блоки таких вот меток. Они работают сильнее, но она достаточно даже одной. То есть мы всегда считали, по крайней мере, когда я был студентом, уже тогда за 10 лет до того была определенная структура ДНК была определена, но представление о том, что что-нибудь кроме этих букв влияет на появление четырех, влияет на появление признака, их не было. Было известно, что существуют такие группы, но зачем они, непонятно. А сейчас мы можем определить ее положение, этой группы, в каждом конкретном нуклеотиде из трех миллиардов. Ну, вообще их 30 миллионов примерно в геноме человека. И вот некоторые из них единичные, выключают какие-то гены. Это было неизвестно. И мы можем экспериментально работать сейчас с такими отрезками, ну, например, меняя там целый блок ДНК один на другой. Эта технология называется геномное редактирование. Мы можем вырезать вот этот кусок, с точностью до буквы вставить другой, и этот другой, например, может содержать вот эти декорированные буквы, и у него будет другая функция. То есть существенно то, что появилось понимание того, как работает геном, а не только как он хранится, вот почему там функции возникают, она возникает через то, что происходит дополнительное изменение букв, прижизненное. Собственно, оно является основой того, что из отдельной клетки, у нас клеток 10 тысяч миллиардов, и они, несомненно, разные. Там вот эта вот кость, но под ней все-таки мозг. А яйцеклетка-то была одна, и они, несомненно, различаются. И это различие связано с тем, что постепенно при делении клеток возникают вот эти прижизненные метки, которые придают потомки данной клетки вот такие-то функции, а потомки другой клетки другие функции, ну что вот тут тоже оно заметно. Соответственно, то, что мы знаем теперь, как формируются эти ткани, оно полезно разным образом. И нарушение этой раскраски, это, в частности, одна из причин возникновения рака. Они единственные, но одна из них, потому что появление новых метильных групп или удаление старых, оно приводит к изменению функционирования генов. А вообще, говоря, главная задача генов, она, как ни странно, с точки зрения количества, она, как ни странно, молчать. Да, потому что вот самая ткань, в которой экспрессируется наибольшее количество генов, 15%, это мозг. Ну, ткань, в которой вообще нет никакой ДНК, это эритроциты, клетки крови, из которых там ДНК выкидывается. Но, в общем, у всех свое количество, и главное, что это состав разный. То есть, каждая ткань имеет свой состав генов, которые работают. И если они начинают работать неправильно, то это и есть старт или развитие опухолевых процессов. Это связано с тем, что у них по-другому начинают работать гены. Почему они начинают работать, это вопрос отдельный. Но вот рак – это болезнь генома. И она у каждого своя, потому что число точек, которые могут быть поражены и приводить к раку, оно составляет, несомненно, миллионы. И нельзя сказать, какой конкретно у данного человека, покуда ты это не определил. Могут быть повреждены разные гены, может быть повреждена раскраска, вот такая декорирование. Мы сейчас умеем это определять, в частности, раскраску. Каждая буква – это новые вещи. Ну, а дальше то, что связано с геномом человека, об этом было и в ваших передачах с Сергеем Киселевым, прекрасно рассказано. То, что оказалось, что мы сейчас экспериментально умеем пустить время обратно. Перепрограммирование. Из одной клетки получаются разные раскрашенные нуклеотиды с разными функциями. Но мы, оказывается, теперь умеем сделать так, что эта раскраска закономерно исчезает до какого-то... Вот была яйцеклетка, потом стала кровь. Можно, соответственно, от крови уйти обратно и пустить его в другое направление. Можно из кожи пойти обратно, а потом сделать кровь. Можно из крови сделать, получить, наоборот, кожу. Вот это вот то, что время может быть пущено обратно, ну, ни у кого, конечно, не было в голове, ну, еще там, скажем, 20 лет назад и даже 15. Это экспериментально делается сейчас. И если раньше была очень полезная такая процедура, когда человек имел возможность, скажем, сохранить собственный генетический материал, который потом во что-то можно было превратить в пуповинную кровь. Из него, вообще говоря, можно вырастить функциональный аналог любого органа и ткани. Вот. Но то, что и казалось, что да, вот он никак еще не специализирован, и поэтому можно получить любой. Это правда. Но когда оказывается, что можно взять любой кусок ткани и его пустить обратно, а потом пустить в нужную сторону, если у тебя поломалось чего-то не здесь, а где-то вот там, то, в общем, это теоретически крайне возможно. И в некоторых случаях практически делается. Но эксперимент уже есть. Да, есть. И связаны в офтемологии, по-моему, уже это применяют. Да, да, да. Экспериментально. Но это чисто эмоционально, когда первый раз увидел в нашем институте, это делалось, в частности, лаборатория Сергея Киселева, заведующая лаборатория эпигенетики, когда показывается день за днем, снимается культура клеток. Она там в прозрачной такой самой чашечке. Это вот клетки кожи. У них есть специфическая форма, специфический цвет. А потом постепенно этот цвет становится несколько красным, а после этого все клетки одновременно в ритме сердца бьются, потому что это клетки сердца. Я видела это видео. И ты это видишь. У них и цвет положенный, и, соответственно, функция положенная, ритм сохраняется этой группы клеток. Вот поэтому не всегда даже и нужно, чтобы была та самая форма органа, и сейчас это делается экспериментально, когда подсаживают выращенные собственные клетки, и они могут, например, замещать пораженные клетки после инфаркта например, сердца, восстанавливая его функцию, когда выращивают клетки свои. И действительно то, что можно пустить обратно из клеток кожи в развитие во времени специализированных тканей, а потом с нужной точки развилки пустить ее на клетки мышечные, на клетки сердца, то это, конечно, фантастически уже в сегодняшние дни медицины не все болезни так лечатся, и, в частности, вот раньше я считал, что нервные клетки там не делятся. Нет, их тоже можно, оказывается, пустить обратно и, наоборот, откуда-то их сделать. То есть здесь ясно, что со временем это будут экспериментальные методы. Я думаю, что для большинства болезней это просто вопрос времени, когда будет возможность такого ремонта из собственных тканей. А почему из собственных? Почему это подчеркиваю? Потому что если пересадить даже близкого родственника, то мы неидентичны по структуре всяких распознаваемых элементов на клетках, и организм, к которому эти клетки пусть родственника пересаживают, он их видит как чужие и стремится уничтожить, как правило, это делает, а если это не получается, то это приводит уже к другим осложнениям организма. А эти части вы выращиваете, запчасти выращиваются из самого пациента? Из самого себя, да. Если раньше для этого могла быть использована только поповинная кровь, то сейчас это можно делать из самого себя. Конечно, это сложно, но ясно, что это получается. Вообще во всех достижениях, во всех по нескольку Нобелевских премий. И в частности и в этом. И надо сказать, что в работах, в частности за работу по вот этому возврату по времени, ее Нобелевский лауреат, он цитирует работу Сергея Киселева. Он ссылается на Киселева, вероятно. Поэтому я знаю, что как были, так и остаются даже не все, кто уехал, стали умными, некоторые, и все умными остались. Так что это распознавалось и распознается. Генотерапия. Один из первых было направлений таких вот экспериментальных, технологичных, инновационно-прорывных. Потом какие-то были у нее взлеты и падения, откаты, возвраты. Сейчас как обстоит дело с этим? Это перспективное направление? Оно, конечно, перспективное. Или нынешние Криспры и прочее затмили все это. А это вкладывается одно в другое. Потому что терапия, почему она называлась, генная. Потому что лечили ген. А если он вылечен, то он делает уже все остальное по цепочке, там РНК, белок, функция, то, что надо. Поэтому это очень точное определение генной терапии. Мы могли ген изменить. Вообще он разным образом может и сам меняться. Мутация, которая приводит к болезням. Они, как правило, давно возникали. Все и держатся в нас там миллионы лет. они могут обратно мутировать. Но это крайне редкий. Вероятность того, что данная буква изменится в данном поколении, она верна. И если мы возьмем 10 миллионов человек, то у них, у одного из них, эта буква действительно принес к здоровому состоянию. Ну, вот один из 10 миллионов, он в данном поколении будет здоров по этой части. Но это как-то малоэффективная процедура. Вот здесь тут другая поразительная, конечно, была технологическая инновация, когда нашли способ, технологию, которую используют бактерии все время, чтобы распознавать то, с чем они сталкивались, вредное, и как вовремя на их реагировать, их там удалять. Удалять из-за того, что она режет ДНК того, кто когда-то был ее врагом, на кусочки. И он исчезает. Но дело в том, что что и резать, ей совершенно все равно в этой системе. Ей нужно, чтобы была адресующая последовательность букв, и поэтому нас точно сюда буквы для чего вырезать. Это использовано инвитро в стекле для того, чтобы менять что-то и у нас. Ну, самое известное, наверное, сейчас уже каждому, что в Китае была проведена замена одного участка ДНК на другой. Замена какого? В общем, конечно, интересующая всех. Сейчас большая проблема со СПИДом, в частности, в нашей стране, очень напряженная в этом отношении. Это заболевание, оно не может распространяться, если на клетке нет меток, которые распознает вирус ВИЧ, попадая в нее. Этот белок кодируется одним геном. Если мы возьмем другой вариант этого гена, дефектный, который этого белка функционального не образует, вирусу будет не на что сесть. Не на что сесть, и он не заразит. Соответственно, что сделала эта система, она называется CRISPR-Cas, что сделал китайец, что, в общем, запрещено было в разных странах, и в Китае тоже это вызвало напряжение. Он в исходных клетках, из которых человек развивается, целый организм, он заменил ген, который кодирует белок распознаваемым вирусом, эти люди были бы чувствительны к инфекции вирусом иммунодефицита человека, и заменили его на, так сказать, кусок ДНК, в котором был удален тот кусочек, который этот рецептор кодировал. В популяции у европейцев 10% что ли с таким дефектом живут спокойно. У русских 1,3%. Да, он, в общем, не влияет никак на нашу способность, но суть в том, что, вот, люди с таким измененным геном, они не чувствительны к вирусу, и в частности не могут быть его распространителем, потому что они не являются его резервуаром. Вот это конкретное применение. Вообще, болезни таких, которые, вот, есть один ген, в нем одна мутация, и есть одна болезнь. Их небольшое количество тысяч. Да, их относительно всех болезней процентов 3. Потому что в основном это все-таки полигены. В основном, это, да, болезни наши сложные. Они вызываются тем, что вот несколько участков генома, это генетический текст у нас, вот этот текст в нескольких местах имеет специфические структурные особенности, которые приводят вместе с особенностями внешней среды к развитию болезней. это большая часть наших болезней, и в частности все болезни взрослого возраста. А тем не менее, тысячи болезней, тысячи разных, это болезни, некоторые из них инвалидизирующие, некоторые из них, по крайней мере, были смертельными, ну, например, кистозный фиброз, муковисцидоз. Вот, это один ген, вот там, может быть, одна буква не та, и, соответственно, будут проблемы с отделением слизи, человек задыхается, сейчас она, хоть как-то, но не является смертельной, она лечится в определенной степени, но когда-то она была просто вот смертельной. Если вы заменяете этот ген, что экспериментально возможно, на его аналог, который выполняет свою функцию нормально, то у человека до данного заболевания не будет. И я считаю, что со временем, конечно, это будет разрешено и будет практиковаться, правда, сейчас вопрос доставки, как я понимаю, создавал трудности тех векторов. Песня отдельная, да, вот я не допел с этим самым, с системой замены-то. Вот у нас мутацией, вот она, был нормальный генетический текст, был человек здоров, появилась мутация, он стал болен, значит, таких болезней несколько тысяч. Как сделать так, чтобы мутацию эту убрать, чтобы там была последовательность букв, которая приводит к тому, что болезни данные нет. Можно делать с помощью этого кризиса и эффективности этого не 10 минус 8, а эффективность этого в 80 процентов. То есть, единичная процедура, она повышает частоту, которую обеспечивает природа, вот мутация, и обратно, она ее повышает в 10 миллионов раз. не в 2 раза и не в 10 раз, а в 10 миллионов раз. И это, в общем, достижение науки последних там 20 лет. Система-то была известна давным-давно, она у бактерий была и изучалась. В общем, многие вещи, за которые давали Нобелевские премии, совершенно ненужные, они показывают, показывают, оказывались фундаментом будущих технологических, медицинских приложений, ну, какие-нибудь там, что вот есть бактерия, вот ее инфицирует вирус, и она делает так, что на этом вирусе появляются специфические прижизненные метки, вот тоже самое, еще чего-то. Ну, зачем бы это изучать? Незачем. А потом оказалось, что вот эта вот система, когда бактерия распознает вот так тот вирус, она защищена или не защищена, она привела к тому, что ферменты, которые это делают, а они незащищенный вирус резали на кусочки, и бактерия была жила здорово. Это были все ферменты, которые стали ножницами генной инженерии, и таких разность ножниц было открыто несколько сот. Когда-то это был основной инструмент для всего. В общем, совершенно ненужные вещи, ну, и вот перескоп, перескоп очень сильный, но это, тем не менее, вот скажу, это не совсем медицина. Мы знаем, как расположены мутации в нашем геноме, ну, вот у данного человека относительно другого, некоторой стандартной последовательности, и они тоже возникли когда-то. Когда-то возникли, дальше наследуются, и это наследование, вот оно возникло в этом месте Земли в это время, а потом эта мутация, она могла исчезнуть, но и не исчезла, она течет с людьми, которые расселяются, имеется специфическое распространение по Земле со своей частотой. И мы, глядя на вот эти вот отличия одного человека от другого, можем сказать, где она возникла примерно, и когда, потому что дальше возникает на основе первой мутации и вторая, и десятая, и так далее. Вот в частности, таким образом, был установлен, установлено место происхождения человека, который совершил теракт Домодедово. На этом у нас шумевшая история была потрясающая, конечно, исследование генетическое. На это потребовалось два дня. Но перед этим примерно 40 лет занимались в Институте медико-генетическом центре Российской Академии медицинских наук и здесь, в Институте общей генетики, занимались тем, что исследовали, какие мутации, с какой частотой, где присутствуют в пространстве, как они могли возиться. И кому это нужно, спрашивали какие-нибудь люди? Совершенно никому. Потому что это все признаки, ни на что не влияющие. И именно они цены для криминалистики, потому что они живут независимо от внешних обстоятельств, потому что они не связаны с реакцией на эти обстоятельства, ни на какие. И действительно, там было взято исследование по останкам биологическому следу, а ничего не было о нем неизвестно. Ни о нем самом, ни о том, с кем он, ни о том, кто он. Просто вот были останки. Соответственно, посмотрели Y-хромосому, определенная она находится только у мужчин, и на ней специфические участки, которые находились в пространстве географическом по всей Земле, в некотором случае в очень высокой концентрации вот здесь. И здесь оказалась не случайность, но удача, что вот тут данного индивида, в ее биологическом следе, были те особенности, которые были характерны для очень небольшой географической зоны. Это зона на Северном Кавказе. И когда, соответственно, генетики сказали, что вот там нужно искать, кто он. И это заняло около недели, когда поехали туда, куда указали генетики. И действительно, стало ясно, что вот этот человек, вот это, ну, в общем, все то, что родственники, в общем, он был конкретно идентифицирован по куску биологической ткани, просто потому, что в нем исследовали те особенности ДНК, которые неравномерно распределены в географическом пространстве. Они все распределены неравномерно, но некоторые очень плотно где-то расположены, другие нет. Нужно выбрать те, которые указывают на узкую географическую зону, чтобы можно было там провести действия, приводящие к обнаружению человека или того, кто не был. Ведь это преступник преступникам, и, конечно, это очень важно, что мы имеем возможность их раскрывать через такой подход. Но, к сожалению, в основном это касается жертв, их гораздо больше, чем преступников. И для них то же самое применяется, чтобы сказать, откуда был этот человек. Это касается и всяких потерявшихся людей, которые не помнят, кто они. Это касается обнаружения, каких-то останков, которые могли... Это я знаю, после цунами, помните, в Юго-Восточной Азии там большая была работа, и наши туда ездили, я знаю. Я хочу отметить, какое обстоятельство, что это вопрос не только сегодня взорвалось, и мы его нашли через неделю, а то, что эти особенности ДНК, расшифровываемые не обязательно в данном поколении, они видны и расшифровываются при возрасте в десятки и даже сотни тысяч лет хранения останков. Конечно, преступники, которые были сто тысяч лет назад, когда, так сказать, человечество, как-то сказать, государство возникло шесть тысяч лет назад. Сто тысяч лет тут неинтересно, да, для криминалистов. Но то, что это можно сделать на глубину, практически любую, которая интересна для практики, это интересная вещь. Ну и в частности, вот идентификация царских останков, она была проведена рядом с следователем в нашей стране, в частности, работающим здесь Евгением Рогаевым. Вот, это же останки, которые существовали, ну, они погибли там в восемнадцатый год, это больше ста лет. Но все это было сделано, и в частности, не только установлены особенности, это вопрос не закрыт, церковь хочет более ясно для себя свидетельствовать того, что это так, ее дело, церковь в государственном разделе начало считать, то считает. Но вот существуют просто данные, и вот данные получены относительно тех лет. В частности, например, те останки, которые были приписаны царевичу, известно, что он страдал гемофилией, то была исследована его ДНК, ДНК этих останков, и была обнаружена мутация, которую действительно гемофилией должна была приводить, а ведь это что лет пролежало, а эта мутация, это одна буква из трех миллиардов папиных и маминых, вот она соответственно, она была с хромосомой, всегда, в данном случае в их хромосоме находится, она присутствует только от мамы, у мужчин другая, хромосома Y, в ней нет ее. Вот нашли ту единственную мутацию на 6 миллиардов, на 3 миллиарда, здесь, на 3 миллиарда, здесь, которая конкретно гемофилией могла приводить. Более того, взяли этот кусок, вырезали, его поместили в носитель, который мог размножаться, сам плазмидный называется, ее засунули в клетку, она там стала работающей, и проверили, как работает ген, и оказалось, что он не полностью потерял функцию, и именно поэтому царевич не погиб там, допустим, вскоре после рождения, а у него частично сохранялась функция, и это было измерено все, хотя это 100 лет пролежало, и вот была одна буква найдена, и, соответственно, по ней это было публиковано в Science, ведущем научном журнале мира, то есть вопрос тут не в том, что это царская семья, хотя это имело отношение к доказательству того, что это эти останки, ну, по крайней мере, по Царевичу, а в том, что это высочайший уровень методического искусства, который сейчас нам доступен, и в частности в нашей стране. Но методически изменилась сейчас наука, да, современная генетика, вот раньше то, что называлось, мокрая была, сейчас появилось еще и такое оружие, как биоинформатика, математика, вот про междисциплинарность, что можно сказать именно в современной генетике. Я бы сначала упомяну, какое обстоятельство, что достижения, которые были когда-то Нобелевскими премиями, они постепенно становятся работой лаборантов, а после них просто-напросто машин, что и есть. Вот стоимость получения информации о последовательности букв нуклеотидов в геноме человека, в генетическом тексте, она составила 1 миллиард долларов примерно. Сейчас стоимость такой же работы стоила уже год назад меньше тысячи долларов. Это же в миллион раз изменилось за 20 лет. Миллион раз. При этом понятно, что уже когда наступит цена порядка 100, и видно, что она может быть 10 долларов, ну 10 долларов 600 рублей, за все 6 миллиардов букв. И это перевернет, в первую очередь, основу для медицины, потому что появится огромный массив данных. Процесс-проблемы для страховой медицины. Да, сейчас существуют, по этому поводу, существуют этические проблемы, моральные, потому что, скажем, работодатель, страховая компания, он очень заинтересован в ряде вещей, но с другой стороны, здесь нужно обществу всегда решить, где начинаются и кончаются права индивидов, где начинаются и кончаются права государства. И здесь есть разные точки зрения, в зависимости от того, с какой стороны на это смотришь. Это очень важная проблема. И интересно то, что она не может быть решена одинаково. Я был на первых девяти, на девяти из первых десяти съездов по геному человека, я был сленом Всемирного совета, и это возможно, спасибо Александру Александровичу Баеву, что как-то он часть тогда совсем, ну как совсем молодых, мне было тогда 40, это для меня сейчас молодой. Но ему было гораздо больше. Он сделал так, что некоторое количество людей по его выбору, они могли ездить, в частности, на такие конференции. И вот мне как-то было интересно быть на комиссиях по этическим и законодательным проблемам геномики. И вот там выступают в основном канадцы, англичане, американцы. Вот так нужно делать, всяк нужно делать, то можно, это нельзя. Ну, вроде все понятно. Потом выходит из Китая человек, который занимается геномом, говорит, а вот у вас приоритет личности. Мы не возражаем. Но у нас приоритетом является при принятии решения права общества. Вот почему мы должны следовать вашим правилам у себя. Очень правильный вопрос. Каждый должен следовать у себя своим правилам. Они, конечно, должны учитывать интересы и индивида, и общества. Но где тут границы, это зависит от культуры, истории, религии данного места. В этом отношении наша страна специфична, именно за ее огромные географические... Это не между. Это географическая протяженность, в которой будет на Западе то, что есть в Европе, относительно того, что можно, что нельзя. А на Востоке будет то, что есть в Китае. Потому что, как и генетические все особенности, они постепенно меняются. Частота встречаемости тех или иных вариантов генов. Постепенно меняется, но также меняется и культура. Хотя вообще, когда мы говорим о том, почему она такая, то тут возникает вопрос, откуда произошли народы. Это часть... Показать книжечку. Вот она выпущена. У нас такая... Каждый весом килограмма два-три две такие книжки выпущены. Вот это изучает генетика. И мы можем сказать, какой народ к какому ближе, какой дальше. Конечно, в первом интервью, которое у меня взяли, это взял московский комсомолец по геному человека. Это было в середине 90-х годов. И они заглавляли так. Все мы немного негры. И, в общем, правильно. Потому что человек вышел из Африки. Но вот интересный вопрос. А сколько раз он из Африки выходил? Вообще говоря, с шимпанзе мы там были одним видом 6 миллионов лет назад. Ну что, 6 миллионов лет назад? Эти представления тоже все время сейчас меняются. Вот последние годы. Да, уточняются. Ну и в частности, понятно, что выходил он не раз. Вот неандертальцы, они, скажем, вышли оттуда больше полумиллиона лет назад. Вот возникал вопрос, а где они сейчас? А вот их сейчас нету. А что с ними случилось? Это было неясно. Да, там же не найдены останки. А то оказалось, что в Алтае там нашли людей, которые другие, отличающиеся от неандертальцев, не людей, а останки. И по ДНК, от сравнения текстов, вот здесь биоинформатика, то, соответственно, было ясно, что их геном очень похож на нас. Но было неясно. Мы могли образовывать с ними потомство, а жизнеспособные нет. И целое направление родилось. Вот эта вот палеогенетика, она родилась именно из генома. И когда это произошло, все вот расшифровано. Соответственно, вот известно, что он выходил несколько раз, и в частности, больше полмиллиона лет назад. А основная волна, основная в том смысле, основная часть нашего генома представлена волной выхода из Африки, которой меньше 100 тысяч лет. А те вышли больше полмиллиона лет назад. И когда мы сравниваем эти геномы, это же тексты все, побуквенные, то мы видим там куски, которые соответствуют кускам генома неандертальцев. Его больше нет. Но его геном расшифрован ничуть не хуже, чем нас. Больше 20 тысяч лет назад уже каких нет. Но выясняется, что в нас есть куски генома неандертальцев. Их 2-4% у разных людей. В Евразии. А в Африке их нет ни у кого. Неандертальцев туда не возвращался. А вот алтайский человек, который вышел как единый ветер с неандертальцами, а потом, соответственно, неандертальцы, главным образом, слева находится Денисовского человека, это алтайский, Денисовский называется человек. Их нет в Европе. Их нет в Европе. Останков там есть. Так вот, они, ДНК из этого вот Денисовского человека с Алтая, она тоже присутствует на живущих людях. 20% по длине ДНК текста у филиппинцев, она, собственно, от Денисовского человека. А вот почему бы это было? Те полмиллиона лет, по крайней мере, жили на севере, где совсем не такая погода, как в Африке. Им нужно было привыкнуть этим к холодам, этим к другому еде, этим к высокогорью. Скажем, то, что есть особенности у народов Тибета, которые позволяют им благополучно обитать на высотах, где нам становится плохо, там низкое давление кислорода, естественно, оказалось, что это гены Денисовского человека, потому что у него они все присутствуют. Но он здесь жил полмиллиона лет, ему надо было к этому привыкнуть, иначе помер, по крайней мере, в тех местах. То есть мы впитали в себя те гены, без которых трудно было жить людям, которые вышли из Африки, где эти варианты генов были не нужны. Они несколько изменились. И вот это сейчас все, ну как все, вот известно, что было, по крайней мере, три волны, которые находятся в нас. Они не исчезли, потому что это мы и есть. Вот у меня, правда, мой геном не секвенирован, но наверняка есть свои там 1-4% неандертальских генов, как у всех неевропейцев. Интересно, что это не один какой-то кусок, они разные. То есть там, скорее всего, есть участки, которые для каких-то разных вещей нужны. И не случайным образом, часть случайную, часть не случайно, сохраняются десятками тысяч лет в наших геномах. А вот в этом самом, на дальнем востоке, это другое. Вот это здесь и история, и медицина, потому что те особенности, которые... Вроде неандертальские, как-то с иммунной системой, да, ассоциированные. вроде как. С иммунной системой, но вот здесь вот по поводу спросили гуманитарное исследование, связь, она есть. Наука вся сейчас компьютеризируется, появляется база данных, которые присутствуют в Excel, и они присутствуют и по культурным особенностям различным, и по генетическим особенностям. И вот эти данные, поскольку это все Excel тоже, ну, в частности, можно и карандашиком, можно посмотреть, вот с чувством совпадает. Ну, вот мы, например, знаем, что распространенность устойчивости к малярии, она имеет определенную географическую локализацию в Африке. Не везде. Там, где особенно сильно свирепствует малярия. Да. А почему так? Оказывается, что есть мутация, единичное изменение в геноме, которое приводит к тому, что люди с этой мутацией, они переносят малярию, а без нее большая вероятность исхода летального. И вот совмещение баз, скажем, распространения каких-то генов, мы же можем сначала не знать его функции, но видим, что он географически приписан к этому региону. А когда мы смотрим базу данных, допустим, по каким-то там возбудителям болезням разным, мы можем увидеть, что это совпадает. И можем сделать предположение, которое в данном случае было верным, что вот именно эта мутация единичная у человека, она приводит к устойчивости, к этому заболеванию. Почему я об этом говорю? Потому что существует таких подходов к анализу сейчас в нескольких ветях. Ну, в частности, в тех местах, где распространена слоновая болезнь, ну, это тяжелые заболевания, и общее число больных этим одним заболеванием, ну, когда нога такого размера, или там глаз слепой, смотри, куда укусит этот червяк. Число больных этим заболеванием больше, чем общее число больных всеми, так называемыми, простыми, менделирующими заболеваниями у человека. Одно заболевание, большее число больных. А оказывается, что почему-то вот определенные варианты генов, они распространены там же, где и филярия. Интересно, что оказалось, что эти варианты генов, они определяют нашу устойчивость или чувствительность к алкоголю. Ну, я не знаю, выпивали ли филярии, или там человек в этих местах так или иначе, но вот они географически совпадают. Но это позволяет высказать гипотезу, что возможно филярии, да, вот эти червяки, которые вызывают слоновую болезнь, что это основание для выдвижения гипотезы, которое экспериментально проверяется, действительно ли данный участок генома отвечает за то, что одни люди болеют, а другие нет. Если мы это знаем, то у нас появляется рациональная основа для того, какое лекарство можно создавать. Потому что мы сейчас, это вот отдельная песня совсем, мы умеем, мы знаем, где в геноме есть переключатели, и мы можем нажать и выключить какой-то ген с помощью генетических манипуляций, не обязательно в поколениях, или можем нажать и, наоборот, включить какой-то ген. И если у нас есть знание о том, какой участок генома связан с данным заболеванием, вот в этой форме они болеют, а вот в этой форме они не болеют, тогда мы понимаем о том, на что нужно нажимать, и может быть, нить какой-то химии. А может быть, что гораздо более целесообразно эта медицина. Вот название лекарств на полках не пересчитать. А число генов, которые у нас есть, они счетные. Ну вот их там, допустим, в пределах 30 тысяч. Вот вы наверняка болели в своей жизни не раз, и потом, насколько я вижу, выздоравливали. Ну, слава вам. Без всяких лекарств. Это почему? Это потому, что у вас сработали ваши гены. Одни, которые не справились с данным состоянием, которое вызвало болезнь, а другие, которые справились, и вы от него избавились. Но если у нас есть возможность использовать эти продукты генов в качестве лекарства, то нам не нужно ничего, кроме наших собственных генов. И вся фармакология будет другая. И это вопрос времени, что это будет именно так. Это, значит, одна сторона, а вторая, что нам не обязательно делать из этих генов химию. Потому что, если мы можем нажать на регулятор, а это, как ни странно, очень дешево, то мы можем включить работу данного гена, и болезнь уйдет. И мы включим выздоровление через переключатель, а не через продукт гена, который нужен для выздоровления. Он сам синтезируется. Вот это другая перспектива. Тут даже не фармакология. И эти подходы технологические уже абсолютно ясны. Они не реализованы в конкретных продуктах еще пока. Но то, что Нобелевские премии Айд буквально так за это уже раздали, как за основу, не нужно ни для чего. Вот эти переключатели, они были открыты на нематуде. Это червяк там размером с 2 мм, которого и не видать. И у которых генов-то тысячи, не генов, а клеток тысячи с небольшим. Но на нем обнаружили, что вот есть такое явление, оно называется РНК-интерференция, когда РНК разрушается определенное под действием клеточных систем. И эта РНК, она может кодировать тот ген, из-за которого вы заболели. Или наоборот, который нужен для того, чтобы... Как заглушка работает. Да, в общем, это все пробки. Одни вот заткнуть, другая вынуть. И они технологичны. И наверняка новые какие-то открытые системы, которые есть у жизни, и которых мы еще пока просто не вскрыли биохимические, и не вскрыли генетические. Это тоже будет происходить. Никакая наука не останавливается ни на каком дне. Она будет всегда развиваться. Ну, естественно, как всегда, как говорил еще там Платон, что чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Вот. И не один он, наверное, говорил. Да. Что-то я уже забыл. Какой-то был вопрос про биоинформатику. Ну, вы практически рассказали, как это все используется. По крайней мере, в палеогенетике без биоинформатики было не обойтись. Ну, везде не обойтись, потому что эти вот большие данные... То есть вручную это не сосчитать. Это абсолютно невозможно. Я хотела задать последний вопрос. Частично вы на него уже ответили? Мы можем еще поговорить. Столько всего. Самое длинное, что я когда-то рассказывал подряд, это было 6 часов. Нет, ну, я не призываю сделать передачу 6-часовой, но больше 6-ти вот я не выдержу. А меньше раз могу. Мы здесь не рассмотрели кучу вопросов, потому что они немножечко в стороне от медицины. Ну, вот ту же самую палеогенетику можно было развить. те же самые производные от геномики, хотя они чисто медицинские. Это микробиомика, протеомика, транскриптомика. Они каждый день просто множатся, и они-то и работают. Они-то и работают в медицине, по крайней мере, микробиомика сейчас очень бурно дает результаты. что вот... Без геномики бы этого не было. На самом деле, наше тело составное, потому что у нас внутри количество разных генетических объектов, оно там превышает численность человечества во многое. И количество генов, оно больше, по крайней мере, в 10 раз, чем наших собственных. И они влияют на нас, на наше здоровье, на наше настроение. На все. Это отдельная большая тема. Да, да. Мы не поговорили про синтетическую биологию, когда синтезируются геномы. Вот пока что кажется, что вообще такая забава, забавная забава. Вообще непонятно для чего вот эти мини-геномы. Но делают же люди. Делают, да. Делают, чтобы выяснить количество жизненно необходимых генов, минимальное. Да, когда-то в институте, в котором мы вместе работали, с Суходовичем... Известный человек нам очень хорошо... Да, да. Он раздал просто, он в лаборатории нашей разрезал геном Коли на бумажке, на кусочки, и мы из шапки... Зачем нам столько генов, можно ли без них? Да, из шапки мы тянули каждый свой отрезок генома. Было такое. По поводу этих самых генов синтезированных, действительно, самое яркое на настоящий момент достижение, когда была синтезирована кольцевая молекула, синтетическая, она была из последовательности букв, которые можно представить как последовательность примерно 500 отдельных инструкций, генов. Это была чистая химия. Четыре буквы взяли, их в пробирке склеивали, получились вот эти 500 генов, колечко, и их ввели в клетку, из которой удалили свою ДНК, свой генетический текст, вставили эту, и эта клетка стала живой на основе введенной ДНК, полученной из четырех букв на этом столе закончилась вчера. ДНК. Вот это, конечно, потрясающая вещь. Но здесь вот что полезно уточнить, что, конечно, вот оказалось, что инструкция необходима и достаточно для того, чтобы организм воспроизводился. Но она это сама не живет. Ее вставили в клетку, и тогда она стала живой. И клетка, вот эта ДНК синтезированная, она является по существу компакт-диском, но ее в проигрыватель вставляют. И проигрыватель, клетка, он гораздо более сложен, и мы его не можем синтезировать. Конечно, там целый аппарат и транскрипция. И сможем ли когда-то? Это просто и сказать сейчас нельзя. А вот что можно сейчас сказать о векторе развития геномики современной? Вот на сегодняшний день, что вы считаете перспективным направлением, куда движется? В сторону транскриптомики, в сторону регуляции генов? Ну, да, здесь разные направления, они могут быть интересны и для понимания того, как устроена природа, и как она, кстати, возникла, потому что сейчас основных гипотез две. Одна, что жизнь возникла на Земле, мы знаем, что она здесь есть, и, в общем, естественно, предположить, что она здесь возникла. Но это, вообще говоря, экспериментально недоказанная гипотеза. Другая гипотеза такая, что те молекулы, из которых потом сформировалось все разнообразие жизни на Земле, они появились здесь с метеоритами, которые тоже где-то были в среде, они же не были метеоритами, в которых была жизнь, и эта жизнь в виде, так в простоте говоря, спор, она вот откуда-то долетела до нас, и здесь дала новую вещь, превратившуюся во все разнообразие, которое существует. это происхождение жизни с точки зрения этих специалистов, из которых ведущих является Рознов, академик, бывший директор палеонтологического института и представитель разных международных комиссий. астробиологических. Астробиологических, да. Ни одна из них не доказана, и каждая из них прорабатывается. Но вы спросили про то, какие, значит, направления. Да, что впереди. Ну, вот с точки зрения медицины, с моей точки зрения, здесь, конечно, путь на выявление регуляторов и умение их использовать, это некий и максимальный, и минимально необходимый путь, оптимальный путь развития фундаментальной медицины. Оно, конечно, не единственное, и там масса вещей, которые должны делаться под конкретные болезни, под конкретных больных. Но как методология, наука о методе, этот метод, он уходит от химии, синтетической химии там все равно есть. Но он уходит в то, что мы должны научиться работать с регуляторами наших собственных генов. Это то, с чего мы начали нашу беседу, когда начался проект геном человека, были выявлены регуляторы в большом количестве. Вы знаете, вот сейчас регулятор, который выключает любую РНК, нужную для болезни, нужную для здоровья, это 20 букв. это тоже молекула нуклеиновой кислоты, римонуклеиновой, 20 букв, двунетевая. Одна нитка, другая, полностью, соответственно, двунетевая, нет таких выступающих концов одной нити. Вот вы синтезировали ее под данный ген и ввели. Это дело, скажем, на обезьянах, на одном из генов. И у него на 80% была разрушена РНК определенного гена. А знаете, сколько стоит синтезировать вот такой кусок? 200 рублей. А знаете, сколько времени это занимает? Ну, два дня, покуда заказал, а покуда получил. А ведь это любая РНК и любой ген. Так что вот эти пробки здесь включил, здесь выключил, конечно, это перспектива. И в чем-то расстраивающая, наверное, по современному фармакологическую индустрию. Потому что если есть там 30 тысяч мишеней, и все под номерами, и стоит 200 рублей, и выключить можно, что хочешь, что хочешь включить. Вопрос, как научиться это делать технологически. Конечно, со всеми моментами, которые требуют безопасности и так далее. Но в принципе, конечно, число разнообразных веществ, которые могут быть использованы для того, чтобы мы себя лучше чувствовали, там дольше жили, ему нет конца этому числу. А вот число в нас самих регуляторов всех этих процессов, оно счетное. Конечно. И вот это перспектива медицины. И фундаментальной, и прикладной. Все годы, что биология существует, вот те особенности природы, которые были открыты, из-за которых были получены Нобелевские премии, когда-то незачемошные, просто оригинальные явления в природе. Они практически все с годами, но обычно на это уходит больше 10 лет, в некоторых случаях лет 40, они превращаются в практику нашей жизни, в частности медицинскую. Так было, и так будет, откроется что-нибудь новое, о чем мы сейчас не думаем. И вообще, вот Фрэнсис Крик когда-то подметил, что все то, что было предсказано как то, что свершится в науке, это все подтвердилось как самое главное. Но самое главное не оказалось. Главным оказалось то, о чем мы не думали. И это оказалось важнее, то тоже полезно, но это принципиально новые вещи, которые определили лицо будущего, которое сейчас нам неизвестно. Оно зависит от фундаментальной науки. и поэтому заниматься только практикой это означает лишить себя будущего, по крайней мере в данной стране, которая может быть сформирована и у нас. Вот у меня уехало там за рубеж что-то больше 20 человек. Все очень успешные, они уехали как-то резко поумнели, видимо. Я, вроде, тоже глупее не стал. Но мне кажется, что создать условия, чтобы уезжать не надо было, и можно было бы делать здесь то, что они делают в Америках и прочее, в основном в Америках. Вот это очень важно. Я понимаю, что сейчас правительство пытается найти такие формы. Но трудно в раз, нужно же зимнить многое. Все-таки один строй был, другой строй был. Это сложная болезненная процедура. Но я знаю, что люди шли из школы в университеты и идут. Они идут потом в наши институты заниматься наукой. И где-то процентов 5, по крайней мере, они без этого жить не могут. Это, в общем, своего рода зависимости. Я не сомневаюсь, что они как были во времена Ломоносова и сейчас и будут потом. Но нужно, чтобы им можно было и хотелось бы и моглось работать здесь себе и всем нам на радость. Спасибо большое, Николай Казимирович. Успехов вашему институту. Будем стараться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok